Я вновь приветствую вас в Аверсклубе. Сегодня у нас очередная пятизлотовая монета. С ней у меня было фиаско братан, но на то мои коллекционеры, чтобы преодолевать все трудности, мешающие покупать нам пачки монет. Но обо всем по порядку. Встречайте, монета 5 злотых 2021 года из серии «Открой Польшу», посвященная замку Кщенш, который находится в Нижнеселесском воеводстве на юге Польши. Столица воеводства город Вроцлав, а замок находится южнее, не доезжая города Валбжих. Прежняя карта с обозначением городов и мест, в честь которых выходили другие монеты серии, у меня ушла вслед за сгоревшим жестким диском. Но нет худа без добра. Теперь карта будет вот такая. По-моему, симпатично. Монета вышла в ноябре 2021 года. Это 14 монета серии. Про замок, кратко как смогу. Он является третьим по величине в Польше после Мальборка и Вавеля. Первое упоминание о замке, известное к сегодняшнему дню, относится к концу 13 века. Изображение основателя замка, Болеслава или Болка Первого Сурового, можно сказать, ну чем богаты, тем и рады. Ну а чего вы ждали? Он умер в 1301 году. Есть другая классная фотка. Это Болка Второй. Он не был сыном Первого. Это совсем другой персонаж, но тоже был среди правителей замка. Замок и крепость часто называли ключом Силезии из-за правильного расположения с точки зрения средневековой фортификации. Он с трех сторон окружен рекой. Периодически замок был во владениях польских князей, переходил к чешским, немецким, возвращался к польским, отдавался в аренду рыцарским орденам и династиям, продавался и обменивался. Также были и пожары, осады, войны, его брали венгры, все как у любого приличного замка. Но в начале 16 века замок покупает рыцарь с фамилией Хохберг. С фотографиями там тоже засада, вот и герб. И род Хохбергов достраивает, перестраивает, облагораживает замок и близлежащую территорию аж до 1941 года, когда его конфискуют уже в пользу нацистской Германии. Чтобы понять, как непросто было в тех местах перед началом Второй мировой, можно взглянуть на вот такую карту. Карта обозначена как 1920-х годов, точной даты нет. Но датировка нарисована явно на самой карте. Итак, это Европа после Первой мировой войны, отдельно Австрия, Чехословакия, Польша. Дальше на карте видно, что Нижняя Силезия, город Вроцлав, Бреславу и прилегающие территории, в том числе и Валбжих, относятся к Германии. Валбжиха нет конкретно на этой карте, он назывался тогда Вальденбург. Где-то он ориентировочно вот в этом месте, то есть в Германии. А рядом находится Верхняя Силезия с городом Оппельн, который сейчас называется Аполле. L of N – это Лига наций. Территория еще не принадлежит ни Польше, ни Германии. Находится под управлением Лиги наций. Ее судьба будет решена в результате референдума. И отсюда вытекает и датировка карты. Окончательное разделение этой области произошло 20 октября 1921 года, когда Лига наций отдала Аполле в состав Германии. Но теперь и Вроцлав, и Валбжих, и Аполле – все это польские города. К чему я про Аполле? Следующая пятизлатувка и следующее видео будет именно о Верхней Силезии. История последних владельцев замка Кщенш тоже очень интересна, трагична, во многом патриотична. Но в режиме краткого рассказа углубиться в нее не получится. Как и любая вещь без хозяина, конфискованный замок терял былое величие. Многое было вывезено, испорчено, утрачено, разрушено. Его начали переделывать и сначала вроде как подставку Гитлера. Позже с помощью заключенных концлагеря Гросс-Розен выкопали подземные тоннели уже под существующим замком. Пробили, выкопали шахты лифтов, проложили узкоколейку. В подземной части замка могли располагаться и заводы, и банковские хранилища, и военное командование. Но система подземных тоннелей так и не была закончена. И точное назначение конкретных помещений было утрачено или не выяснено. Буквально перед созданием ролика дочитал книгу польского автора Тома Шабонака «Пропавшее золото Гитлера» о поисках так называемого золота Бреслау во времена социалистической и уже современной Польши. Бреслау – это современный Врослав. Замок Кщенш там упоминается. То есть он, без сомнения, был в эпицентре поисков, но никакого золотого поезда, разумеется, не нашли. В послевоенное время началась реставрация замка, которая продолжается и по сей день. И сам замок, и его подземелья сегодня доступны для туристов. Но вернемся к монете. На монете, на реверсе, разумеется, изображен сам замок, что же еще? Если читать брошюру, сопровождающую выход каждой пятизолотовки, то на монете мы видим юго-восточную часть замка, которая выполнена в стиле барокко и фрагмент ренессансной части. Также видна замковая башня высотой 42 метра. Подозреваю, что вот тут барокко, а дальше ренессанс. Хотя, вот в архитектуре не спец, к сожалению, но разница в стилях очевидна. Надпись по гурту «Замок Кщенш Валбжиху», с другой стороны традиционный аверс. Над этой стороной работала Доброхна Сураевска, а над этой – Павел Петрос. Это его вторая монета. Прошлая тоже была его же, и вот на прошлой монете я не обратил внимания на вензель автора. А он был. Вензель вот тут. А вверху ссылка на предыдущее видео о 13-й гданьской монете серии. На сегодняшней монете вензель тоже есть. Всё, все балкончики, окошки и листочки на деревьях выполнены Павлом Петросом. Мы его ни с кем не перепутаем. На гурте всё традиционно. Надпись «НБП» через звёздочки. Тираж ровно миллион. С монетой вышел конфуз. Я всё время откладывал поход в банк, думал, что успею. Завтра-завтра. В результате монеты в банке уже не было. Очевидно, это и есть следствие уменьшения тиража, а также увеличения цены монет. Об этом я рассказывал в нескольких видео раньше. И вот сам наступил на эти же грабли. Хотя раньше эти монеты в течение полутора лет точно можно было свободно купить в банке. Времена меняются. Пришлось выкупать в интернете почти по 7,5 злотых, что в полтора раза дороже. Но я всё равно купил десяток, потому что знаю, что цены вырастут. Если покупать весь комплект сегодня вместе с монетой, посвящённой столетию независимости и уже вышедшей 15 монетой, то есть 16 юбилейных 5 злотых монет, то наименьшая цена, которую я нашёл, 230 злотых. Плюс доставка. Кстати, лот в Познане находится. А значит в районе 15 злотых за монету. Неплохо. Последим за ценами в следующих видео. Покажу все монеты серии. Не устаю повторять, что вся серия выглядит шикарно. Также мы знаем две следующие монеты. 15 у меня уже есть и, видимо, прямо следующее видео будет прямо о ней. В августе, может в сентябре месяце. Монета посвящена достопримечательности, которая находится всего в 150 километрах от сегодняшнего замка, рядом в Верхней Силезии. 16 монета выйдет традиционно в ноябре 2022 года в честь достопримечательности, находящейся на Лысой Гуре. Опять на юге, в Швентакшисском воеводстве. Это реально гора, но подробности будут позже. Может к тому времени появится информация о монетах 2023 года, и я ее как раз там озвучу. Надеюсь, вы продолжите открывать Польшу вместе с Аверсклубом. Ну а на сегодня, видимо, все. Миру мир и, конечно же, нет войне. Продолжение следует...